Всем привет! Сегодня я вам расскажу о 10 итальянских авто, ради которых можно отдать все. Поехали! Когда говорят об итальянском автопроме, первое что приходит на ум абсолютному большинству людей это жеребцы Феррари. На самом деле не только ими может гордиться полуостров. Италия готова предложить немало действительно роковых автомобилей, ради которых искушенный автомобилист способен бросить все на свете. Итак, посмотрим на этих горячих красавцев. Первое. Альфа Ромео Спайдер. Культовый итальянский родстер. Первый оригинальный автомобиль этого семейства смог продержаться на конвейере с 1966 по 1993 год. Интересно, что именно этот Альфа Ромео стал последним автомобилем с задним приводом. Первое поколение Спайдер имело 4 серии. Отличались они главным образом интерьером, салоном и экстерьером. Менялись в машинах и двигателе. Всего было выпущено 124 тысячи из 104 автомобиля. Второй. Пагани Зонда. История предприятия Горатцо Пагани это настоящая сказка про Золушку. Далеко не каждой молодой компании удается выстоять на рынке под давлением более авторитетных и старых манфактур. И более того, стать примером и ориентиром на рынке. Сейчас этот автомобиль больше не производится. Однако, если клиент является личностью достаточно известной и состоятельной, компания и ее инженеры всегда готовы порадовать машиной на заказ. Третье. Феррари F40. Говоря об итальянских авто, будет как-то невежливо обойти творение Феррари. Тем более, что у компании есть традиция выпускать каждые 10 лет машину, которая может стать действительно культовой. Первый автомобиль был выпущен в 1987 году. С тех самых пор суперкар превратился в икону. Даже сегодня эту машину многие считают лучшей в своем классе. Любопытно, что технически F40 похожа на 288 GTO. Действительно уникальную машину сделала ее продуманная аэродинамика. Четвертое. Alfa Romeo 8C. До Второй мировой войны кузницей автомобильных производителей и гордовой имени Италии на рынке авто была Alfa Romeo 8C. В одном только Лимане машина побеждала четыре года подряд. За разработку мотора этой красавицы отвечал один из величайших умов того времени Виторио Яна. Пятое. Lancis Stratos. Этот автомобиль начал свою историю, как маленький бунт Сандро Мунари и Марчелло Гандини. Тогда мало кто мог подумать, что этот автомобиль, создававшийся исключительно для ралли, впоследствии пойдет в серию. Однако проекту неожиданно дали зеленый свет. Модель для дорог общего назначения была представлена в 1972 году. Для своих лет этот автомобиль имел действительно выдающиеся технические параметры. Шестое. Lancis Delta Integral. Эта машина появилась в рамках громкого возвращения компании-производителя в гоночную группу B. Вплоть до 1986 года машина была одним из самых опасных конкурентов на гоночном треке. Но его карьера пошла на спад. Тем не менее, запомнили этот автомобиль профессионалы надолго. Седьмой. La Ferrari. У этого автомобиля нет громких побед. Нет и долгой романтической истории. Тем не менее, именно La Ferrari считается вершиной итальянской инженерной и дизайнерской мысли. Во всяком случае, когда речь заходит о суперкарах. Автомобиль был впервые показан в Женеве в 2013 году. Машина, впрочем, интересна не столько своим невероятным дизайном, сколько действительно выдающимся аэродинамическими качествами. А еще у нее гибридная силовая установка, сочетающая в себе два электромотора и шестилитровый атмосферный V12. Восьмое. Lamborghini Murro. Сегодня можно было бы представить, как выглядели бы современные суперкары, если бы Lamborghini Murro не появилась на свет. Представили автомобиль в 1966 году в Женеве. Еще долго после этого все только и говорили о невероятном творении Lamborghini с отменным дизайном и необычной по тем временам компоновкой. Достаточно упомянуть, что 12-цилиндровый мотор стоял поперечно и прямо за спинами пассажиров. Девятый. Fiat 500. История по-настоящему итальянского народного автомобиля уходит своими корнями в 1936 год. Автомобиль Fiat 500 стал логичным продолжением мышонка 500 Topolino, который выпускался компанией до 1966 года. Машина была настолько удачной, что с ней никто не хотел расставаться даже после Второй мировой войны. Тем не менее, новому 500-му все-таки удалось затмить своего предшественника. И десятая. Ferrari 220 GTO. Конечно, нельзя не вспомнить про такой автомобиль. Благодаря гонкам классических авто число побед Ferrari на треке множится и сегодня. Ценность этой машины вовсе не сводится к одной лишь астрономической стоимости. Она редка, очень крута и желанна. На сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. В предыдущем видео я рассказывал о самой большой черепахе на планете. Ссылочку оставлю в описании. Всем хорошего настроения. Удачи. До новых встреч. До новых встреч.